Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на моём сервере RelaxRolyPlay. Итак, как вы догадались по названию роликов, сегодня будет вся правда про мой сервер. Ну и начнём мы, думаю, с самого начала, с самого начала сервера, и как вообще появилась такая идея сделать свой сервер. Вот, откуда же такая взялась идея? Сейчас я вам всё подробно расскажу, и расскажу будущие планы сервера, и что будет делаться ещё на сервере. Так, сказать немного вам, открою пару секретиков, что будет на сервере, что не будет, и так далее. Ну что ж, давайте начнём с самого начала. Это с того, как у меня появилась идея создать свой сервер. В принципе, я давно хотел сделать свой сервер, но как бы я в этом не разбираюсь. Я не скриптер, я не маппер, я даже не знал, как хост купить, как бы, ну, вообще, на то время. Сейчас я это знаю. На то время я вообще ничего не знал. И потом мне предложил Дима сделать свой сервер. Точнее, помочь сделать мне свой сервер. И он, в принципе, я согласился, и мы вместе с ним делали сервер. Ну, в основном, сначала делал всё он, но самое больше всего, я думаю, сделал Монро. Он вообще красавчик, он делал маппинг с нуля. Реально, делал маппинг с нуля, как вы видели, вот эти постройки, вот эти стройки, всё это он делал сам. Так что он красавчик, вот, реально, он до хрена всего сделал. Короче, Дима, он был скриптером, как бы, и он занимался модом. Но, блядь, скриптер, честно говоря, из него такой хреновый. Я, конечно, сам нихуя не умею, но, блядь, он говорит, что он скриптер и так далее, но на самом деле он ничего не может. Я его просил профиксить, и бах, что статистика не оплится, нихуя не смог сделать. Много чего просил. То не может, то не знает, ни хрена, короче. В основном, что делал постоянно Дима? Дима заливал маппинг, как Койски делал я, или Монро, и менял команды. И всё. Потом появился Рома. Это когда мы ещё мод делали, я не помню, когда мы его начали делать. Мы там, не помню, сколько он, дней 20, наверное, делали. Потом Рома появился, и... Когда появился Рома, Дима вообще ни хрена не делал. Всё делал Рома. Всё делал Рома по поводу, ну, скриптинга и мода. Всё делал Рома. А Дима ни хрена не делал. Потом, когда мы открылись, думаю, вы все это помните. Хотя я стрим свернул, ну, закрыл доступ к стриму, вы не можете его посмотреть. Не знаю, если я не забуду, скриншот ставлю. Короче, он... При открытии, первое самое открытие, кто помнит, какое было в июне, по-моему. Открытие было в июне, и... За минуту сервер был забит. Было 100 слотов, и за минуту, когда мы только крылья, сервер был забит. Даже я не мог зайти. Серьёзно. Даже я не мог зайти. Я вообще не мог зайти, на самом деле. Никак, вообще. Не мог зайти на сервак. Если бы у нас было 200 слотов, я уверен, что сервер был забит. Потому что на сервере смотрело стрим 180 человек. По-моему, 186 человек смотрело стрим. Реально, это так. 180 человек... Ну, 186 человек смотрело стрим. Если бы было 200 слотов, я уверен, было бы забито. Но что произошло? Кто не знает, что произошло тогда. Тогда взломали сервер. Взломали сервер, взломал его один пидорас. С Крим РП. Если бы не этот основатель Крим РП, если бы он не взломал бы сервер, я уверен, что по сей день был бы Лайн 200 стабильно. Потому что... Возле сервера такой ажиотаж крутился. Столько просмотров было по... Релаксу, по обновлению. На стриме там, по-моему, 2000 просмотров. Ну, 2000 людей сразу посмотрело стрим. В тот же день. Просто сервер был забит. Реально, просто был забит сервер. Конкретно причем. Даже я не мог зайти. У нас было всего лишь 100 слотов. Потому что на больше денег не хватило. Как бы 300 рублей за 100 слотов отдали. И, в принципе, заебись. Кстати, название придумал я, если что. Серьезно, у меня было много вариантов. Но название Релакс, это я придумал. Только потом я узнал то, что в Сампе есть такой сервер. Но именно название Релакс я придумал сам. Я думаю, название неплохое, кстати. Так вот, нас взломали. И в тот же день я потом закончил стрим. Два часа стримил и онлайн даже не падал. Потом я закончил стрим. Через какое-то время зашел на сервер. И что я обнаружил? То, что Дима флудит в чат постоянно. Типа, что-то типа такого. Донатьте, вот мое киви, покупайте донат у меня. Вот так вот. Он именно флудил. Именно флудил. Ну и что ж, блядь. Ну я охудел на самом деле. Че я сделал? Я забанил по IP. Я забанил по IP. Но мод Рома успел как бы сохранить себе. Рома успел сохранить себе мод. И на самом деле мод был... Вот мод, какой мы взяли за основу, это конечно, ну, пиздец. Это на самом деле пиздец. И самый сложный путь, наверное, этот мод. Потому что этот мод, перенесенный с САМПа в КРМП. Там были где-то 5 или 6 команд, какие доступны были любым игрокам. Это были выдача админки, выдача денег, донаты и так далее. Ну, естественно, это все менялось. Но, когда первый раз мы открылись, мы об этом не знали. Именно поэтому нас взломали. Именно поэтому нас взломали. Потом мы закрылись. На какое-то время и снова начали пилить мод. Изменили команды и так далее. Потом мы открыли сервер. Все равно нас как-то взламывали. Потом там был смайпер, по-моему, у нас... Не помню, как его. Тоже Дима там какой-то, Наумов. По-моему. Или что-то типа такого. И... Там еще какие-то червачки. Ну, короче, он набрал дохрена админов сам. Решал любые. Тем более этот, блядь, Рома. Дебил, блядь. Он дал доступ. Просто всем давал доступ к хостингу, блядь. Просто кретин. И в итоге... Он набирал админов, кого попало. Ну, у меня бомбануло. Я решил зайти на сервер, как бы, ну, разобраться с этой хуйней. Они меня забанили. Они забанили весь сервер, перебанили и так далее. И в итоге они удалили всю базу данных. Удалили всю базу данных и... Пришлось обратно закрыться. Пришлось обратно закрыться. Бля, пиздец. Это четвертое открытие было. Последний раз это было четвертое открытие. Так, давайте уже начнем с третьего открытия. Третье открытие было недавно. Было недавно. Кстати, хостин в пассейнг покупал я. Было недавно открытие... Как бы... Почему... А, стоп, стоп, забыл. Сорян, что запинаюсь просто, блядь. Тяжело играть и разговаривать. Короче, потом мы закрылись, да, вот. Когда нас второй раз ломали. И Рома сказал, что будет делать мод с нуля. Мод с нуля, в принципе, он его типа делал. Там, по-моему, через неделю он показал то, что он сделал маппинг. Сделал работу. И все. Но я решил его как бы не торопить. Чтобы он все качественно, круто сделал. Потом через месяц я ему написал. Я ему написал и я охуел. Я реально охуел. От того, что я спрашиваю. Типа, нужно уже серию снимать как бы. Ты что-то сделал? Он говорит, да. Я говорю, что именно? Ну, как я понял, нихуя он так и не сделал, на самом деле. Ну, в итоге он ничего не сделал. И я спросил еще раз, типа, что-то ты сделал? Там он ответил мне. У меня нет желания что-то делать. И в то время он стоял как раз где-то две недели или месяц на лидерке. И из-за лидерки он нихрена не делал. Он как бы, ну, кинул меня. Кинул. Ну, на это, в принципе, насрать. Меня больше, сука, бомбануло того у меня, что он поставил меня перед вами. И мне пришлось все делать саму. Я два дня ебался. Еле хостинг, я знаю, купил. Потому что покупал по пару хостингов, реально. Несколько хостингов покупал. Потому что, ну, я не знал, как это сделать. Я остался сам. Я реально остался сам. И надо было как-то выкручиваться. За пять дней я должен был сделать сервер. Я должен был сделать сервер. И у меня не было другого выхода, как попросить помощи у Димы. У Димы. Чтобы он мне помог. Ну и как раз Монро подключился. Короче, потом что было. Мы делали сервер. За пять дней мы сделали просто булочку. Реально, вот по моему мнению, вот этот мод предпоследний, какой был. Предпоследний, кто помнит. Это самый охуенный мод просто. Реально, это самый охуенный мод, какой у нас был. Реально, вот, блядь, просто охуенный. Я бы на самом деле вернул бы его обратно себе. Но полностью. У меня есть часть этого мода, но полностью у меня его нет. Ну и Дима, естественно, мне не даст его. Но на самом деле мод очень крутой. И по-моему, мод этот уже пошел по рукам. Дима его продал. Кстати, помню, мод, какой первый был самый. Когда на первом крыти, Дима тоже его продал. Ну, на самом деле, очень бы хотелось свинуть этот мод. Потому что мод реально был классный. Был крутой античит. Крутая админ панель. Все было четенько. Работает. Все классно. Все охуенно. Вот этот мод намного хуже, чем тот. На самом деле, я вам серьезно говорю. Этот мод хуже, чем тот. Я вам честно говорю. Вот серьезно. Но мы будем его дорабатывать. У меня еще есть много идей по поводу этого сервачка. Ну, моего сервачка. Есть много идей классных. Сейчас сделают обнову. Мапперов набираем. Ладно, давайте поедем сюда. Короче, что произошло на предпоследнем открытии. Я стримил тоже. Все было хорошо. Там онлайн был 50-60, по-моему. И... Я стримил 2 часа. Потом ушел по своим делам. Через 2 часа я вернулся домой. И что я обнаружил? Мне просто зафудили в ВК. То, что Дима взломал сервер. И все такие дела. Много скиншотов мне скинули. Короче. И зашел я на сервер. Что я обнаружил? И почему вообще Дима это как бы сделал? Слив сервера. У него пропала админка в группе. Ну, в группе сервера. У него пропала админка. И у него переклинило. Он думал, что мы его вкинули. И он решил сделать слив. Он продал мою админку за 500 рублей. Он выдавал всем по 25 миллионов. Он выдал 5 человекам админку. Просто дурачок. Реально. Я охуел просто. Я так ему хотел в жизни просто найти его. И набить ему ебало. Вот серьезно. Хотя он и школьник. Ну, блядь. Ну, головой думать надо, блядь. Нет, чтобы просто выключить сервер. Хотя бы. И просто. Не знаю там, блядь. Дождаться пока я приду. И во всем разобраться. Нет. Он, блядь, сделал слив. Он продавал мою админку. И так далее. Я не знаю. Заработал он что-то с этого или нет. На самом деле. Я без понятия. Но мне кажется, что-то он не заработал. И на предпоследнем креде. Кто помнит на стриме. Ему задонатили 500 рублей. И как он говорил. Как он. Блядь. Как он говорил. Короче. Как он доказывал то, что эти деньги пойдут на развитие сервера. Да. Конечно. В тот же день он задонатил на Амазин. Все эти 500 рублей. Ни копеечки не ушло на сервер. И он забрал, кстати, мой хосин. Какой я покупал. Какой я оплачивал, сука. Ну, короче. Дима еще та, сука. И больше я с ним связываться не буду. Кстати. В тот же день он мне два раза писал. Типа. Давай все забудем. Давай сделаем сервер. Я его послал нахуй. Неоднократно. Потому что все. Я уже понял, что это гнилой человек. И с ним связываться не нужно. Вот мы открылись, кстати. Я доволен то, что сервер уже работает неделю. Чуваки, сервер работает неделю. Это просто охуенно, блядь. Это просто рекорд, блядь. Реально. Это просто рекорд. Думаю, самое интересное вам обновление, баги, чтобы исправили. Завтра приезжает Артем. Артем это скриптер. Понимаете, я бы сам мог бы все делать. Но я нихуя в этом не шарю. И времени обучаться этому у меня нет. Это, блядь, не знаю. Уйдет, наверное, полгода, чтобы я нормально научился скриптить и так далее. Поэтому, как бы, ждем Артема. У меня есть идеи. Я буду ему подавать идеи. Буду скидывать маппинг. И он будет все делать. Думаю, уже на днях сделаем острова, чтобы работали. И поставим туда лодки, вертолеты, катеры. Сделаем аренду лодок еще. Обязательно сделаем аренду лодок. И маппер сейчас сделает драг трассу нам. Я еще попрошу его сделать. Афроу трассу. Сейчас набираем мапперов. Будем просто, чтобы больше маппинга было. Но самое главное, я думаю, это профессит бахи. Да, профессит бахи. Мы еще добавим новую машину. Автосалон Феррари там и так далее. Гелик 6х6 добавим в автосалон. Обычный гелик. Ну, короче, все будет четко. Просто оставайтесь с нами, чуваки. И все будет четко. Главное, что серый не изломали. Его не изломали, потому что админка выдается через хостинг. Деньги, донат, уровень и так далее. Все выдается через хостинг. Нету команд. Они вырезаны из мода. Это сделано для большей безопасности. Ну, думаю, я в принципе вам все рассказал. Все объяснил. Подробно. В принципе, это были мысли вслух. Я решил вам просто рассказать, с чего все начиналось. Если бы нас не изломали, ничего никому не пришлось бы возвращать. Все было бы хорошо. Ну, на ошибках, в принципе, учатся, чуваки. Ну, вроде мы как бы научились. Нас еще не взломали. Пу-пу-пу-пу. Надеюсь, этого больше не будет. Взломов. Ну, как бы некогда взломать, если что. Ну, в принципе, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на сейрайте и ждите новых серий, стримов. И подписывайтесь на все группы и так далее. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok